Всем привет! В сегодняшнее видео я хотела бы рассказать вам, какие ожидания и какая реальность от украинского бэйби-бокса. Но начать я хочу с того, что те, кто смотрел мой обзор на распаковку, знают, что у меня в акте был недостающий бодик. То есть одной позиции не хватало, бодик с коротким рукавом у меня отсутствовал. И какое же было мое удивление, когда сегодня утром я получила смс-очку с новой почтой о том, что мне пришла посылочка. На самом деле никаких посылочек я не ждала и подумала, что наверное все-таки это государство прислало мне тут недостающий бодик, так как я писала акт и говорила, куда мне его прислать. Вот действительно мы получили посылочку и каким было мое удивление, когда я получила целый пакетик одежки. Я предлагаю вам посмотреть, что же мне прислали. Мне наверное решили компенсировать за один бодик, мне прислали целый комплект, который кладут в бэйби-бокс. Но к сожалению ни в одной из этих позиций мы не поместимся, так как моему ребенку уже больше двух месяцев. Сегодня у нас 17 мая, сегодня мне прислали вот этот пакетик. Сам бэйби-бокс нам выдали 15 апреля и на тот момент ребеночку был ровно месяц. Что же прислали? Абсолютно такой же комплект, но немножко параметры завышены, потому что тут явно не 36 размер, и эта шапочка как будто бы на куколку. Две шапочки, человечек, все как вы видите в белом цвете, тоже с длинным рукавчиком бодик, распашоночки. То есть абсолютно такой комплект, который кладут, но хочу сказать, тот комплект, который лежал у нас в бэйби-боксе, он намного лучше, лучшего качества, чем вот этот. Это абсолютно все белое и ткань она немного потоньше. Возможно, для летнего варианта это неплохо, но, к сожалению, ни в одну позицию мы из этих вещичек не поместимся. Вот, поэтому вот посмотрите, какие маленькие ползуночки. Это действительно на куклу или на очень маленьких детей, которые вырастают до 50 сантиметров. Вот, ну, показывать все не буду, все абсолютно то же самое, только в белом цвете. В общем, возможно, это как компенсация за то, что со мной случился такой казус, и мне не доложили один бодик. Очень приятно, что государство выполняет свои обещания. Ну, а также я хочу сказать, рассказать вам, что же нам все-таки понравилось, что было более-менее качественное, а что нет, чтобы вы знали, на что рассчитывать, а что может быть купить получше для своего ребеночка. Ну, с чего же начнем? Конечно же, одеялка теплая зимняя, мы ним не пользовались, постирали, но не пользовались, поэтому рассказать о том, какое оно в использовании, я не могу. Но так оно не потеряло своего товарного вида. Все пеленочки непромокаемые и все остальные довольно-таки неплохо, все стиралось, все гладилось, использовалось, сразу не растрепывалось, поэтому, в принципе, пользоваться можно очень даже неплохо. Что касается одеялка, которая была очень мягусеньким, оно у нас, как видите, голубым цветом и розовым с другой стороны. Одеялка, конечно, дело хорошее, но после стирки и использования оно превратилось вот в одеялка с катышками. То есть оно, конечно, скаталось очень многое, как вы видите, товарный вид потерялся. Ну, чего ждать, это все-таки хлопок стопроцентный, да, баечка, и мы знаем, что баечные одеялки, они со временем все-таки высыпаются, и оно когда-то полысеет, наверное. Но, тем не менее, дома использовать можно, ребеночку в нем тепло, мягко, как бы неплохо, но только для домашнего использования. Что касается паляттенечка, которую критиковали очень многие мамы, жалуясь на то, что оно осыпается, да, когда мы получили бэби-бокс, у нас тоже были подозрения на то, что оно сыпется, были, то есть махра высыпалась. Но после стирочки, вы знаете, уже очень много раз стиралось, много раз использовалось, и оно в отличнейшем состоянии, мы стирали при 40 градусах, и, честно вам скажу, этим полотенчиком мы остались довольны. Что касается игрушечек, то игрушечки довольно хорошего качества. Конечно, ребеночек еще не в том возрасте, чтобы активно ними играться, но мы уже играемся по чуть-чуть, даже пару раз падали на пол, и, тем не менее, пластмассу довольно-таки качественно использовать можно. Игрушечками мы довольны. Ножнички. Ножнички нам попались неплохие, мы их проверяли, они режут, но мы их не используем только потому, что у нас точно такие же, только другого производителя. Поэтому ножничками тоже ставим зачет. Что касается градусника, термометр для электронный, то, к сожалению, это было полнейшее разочарование. Почему? Потому что он у нас сразу не заработал. Были попытки что-то показывать, но у нас, если посмотреть, то сразу он пришел с какими-то вот дефектами на экране, если будет вам видно, да, то есть какая-то как будто пленочка слазит. При включении он показывает сперва какие-то цифры, но потом в дальнейшем градусы он уже не показывает. И вы знаете, очень хлипкая конструкция, очень легко ребеночку каким-то движением его столкнуть и все рассоединяется. Поэтому для ребеночка это абсолютно нет. Лучше купить более качественный термометр. И еще небольшое разочарование, это одежка. Одежка пришла неплохая. На ощупь очень хорошая тканюшечка. Вот мы вроде сперва обрадовались, потому что на ощупь довольно плотная хлопчатобумажная ткань. Хлопок. Хорошая расцветка нейтральная мальчикам и девочкам подойдет. Вот не во все позиции мы, конечно, сразу поместились, так как ребенок у нас крупненький, ему уже был месяц. Вот, все стиралось, использовалось. Ну, не все, конечно. Вот. Вот, та одежка, которая не имеет кнопочек посередине, ей можно ставить большой плюс. Та одежка, которая имеет кнопочки посередине, то могу сказать, что у нас случился конфуз, и одна кнопочка вырвалась. Конечно, мы не починили, довольно-таки просто. Но хочу предупредить вас, что там бывают колющие элементы, чтобы ваш ребенок не повредился, если вдруг он вырвет кнопочку. И также, когда застегиваются эти кнопочки, ребеночек его одевает, то, как вы видите, у нас расходится одежка. То есть, будут видны, будет виден животик ребеночка. И также между ножек у нас абсолютно ничего не закрыто. И когда у нас наполняется памперс, вы можете видеть, что здесь просто вот пустота. Пустота, и когда памперс наполняется, то картина очень даже некрасива. То есть, чтобы вы имели в виду, что такая одежка, она, в принципе, для дома и не больше. Вот. А так, всем остальным мы остались довольны. Памперсы, конечно, мы не фанаты Либера, но, тем не менее, это приятный подарок от государства. Поэтому, имейте в виду, учитывайте недочеты бэби-бокса, делайте выводы, покупайте, где нужно, качественные вещи. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Кому интересно, ждите следующего видео. Всем пока.